Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Я представляю вашему вниманию видеообзор по техническому анализу основных валютных пар. В данный обзор входят валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 13 января 2020 года, понедельник, и давайте в начале недели попытаемся построить прогноз по валютным парам на ближайшие дни. Итак, валютная пара евро-доллар завершила прошлую неделю с повышением, достигнув отметки 1.1192. Перед этим пара опустилась к уровню поддержки на 1.1096, но не смогла его преодолеть, что привело к отскоку и последующему росту. Таким образом, данный уровень показал себя как сильный уровень поддержки, который контролируют покупатели. В настоящий момент цена торгуется с небольшим повышением, что дает основания для отмены предыдущего прогноза на снижение. Предположительно, коррекционное снижение подходит к концу и начинается восходящее движение. Для подтверждения этой точки зрения необходим тест и отбой цены от уровня поддержки на 1.1111, что позволит цене направиться к ближайшему уровню сопротивления на 1.1144 с вероятным достижением отметки 1.1175. Поехали дальше. Похожая картина и по британскому фунту, который также прошлую неделю завершил с небольшим повышением с пиковой отметкой в районе 1.3097. В целом снижение еще может продолжиться, однако попробую предположить, что текущее снижение завершается и не исключено начало роста. Для подтверждения этой точки зрения необходим тест уровня поддержки на 1.2994 с последующим отбоем и формированием заходного импульса в область ближайших уровней сопротивления на 1.3119 с вероятным прохождением до уровня 1.3215. Ну и вот график японской иены против доллара после бурного роста похоже формирует закругляющуюся вершину. Цена уперлась в уровень 1.968 и никак не может его преодолеть. В целом не исключен проход этого уровня выше до отметки 1.9993, который является разворотным. Но это в общем дает некоторые основания считать, что коррекционный рост подходит к концу и впереди ожидается снижение. Подтверждением этого прогноза послужит тот факт, что цена как минимум не сможет закрепиться выше отметки 1.968 и начнет снижаться с формированием заходного импульса, первой целью которого выступает отметка 1.10918. При дальнейшем снижении следующими целями являются уровни 1.1893 и 1.10845. Интересная ситуация складывается и по канадцу, который по всей видимости тоже не желает расти, поскольку достиг локального максимума на 1.3105 и с тех пор снижается. Прошлую неделю пара завершила уже под уровнем сопротивления на 1.364 и в настоящий момент продолжает умеренно снижаться. Это дает некоторые основания считать, что коррекционный рост подошел к концу и цена вероятно начнет снижаться в рамках теперь уже основного тренда. Подтверждением прогноза станет тест и отбой от сопротивления на 1.3064 с формированием заходного импульса с целями в районе 1.2961 с прохождением до отметки на 1.2926. Ну и наконец австралиец, который на прошлой неделе снова образовал довольно узкий коридор, в котором торговался некоторое время. Также завершил неделю с повышением до отметки 0.6911 вопреки ожиданиям, что отменяет предыдущий прогноз на снижение. Важным моментом здесь выступал выход из диапазона, который состоялся вверх, что позволяет судить об оформившемся развороте, который имеет шансы на продолжение. Основной уровень поддержки при этом находится на отметке 0.6893. В случае теста и отбоя от него цена направится к ближайшему уровню сопротивления на 0.6861 и далее до 0.6882. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании Тикмилл. С вами был Арман Бесимбаев. Всем удачи и профитных сделок. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!